Клинические случаи Впервые диагноз рак правой молочной железы был установлен в 2005 году и на момент установки диагноза пациентке было 35 лет. Получала комплексное лечение, 4 цикла на одевантной полихимиотерапии по схеме доксорубициндотстоксил, радикальная мастектомия по пейти, одевантная дистанционно-лучевая терапия и 5 циклов одевантной полихимиотерапии по схеме ФАК. В дальнейшем пациентка наблюдалась и получала одевантную гормонотерапию в течение двух лет. Согласно иммуногистохимическому исследованию, ХЕР-2 1 плюс, рецепторов эстрогена 8 баллов, рецепторов прогестерона 8 баллов, КЕР-67 45%. В 2017 году пациентка обратилась с жалобами на выраженную общую слабость, потерю массы тела на 15 кг за 6 месяцев и также функциональный статус пациентки можно было расценить на момент осмотра как ЭКОК-2. Согласно дообследованию, КТ органов грудной клетки и брюшной полости были выявлены множественные очаги в легких, маркерный очаг ВС-2 правого легкого достигал 8 мм, также был выявлен двусторонний очаг и очаг в печени диаметром до 11 мм. Итак, глубоко уважаемые коллеги, прошу вас принять участие в интерактивном голосовании и ответить на вопрос. По вашему мнению, необходимо ли выполнение биопсии очагов легких или печени с последующим иммуногистохимическим исследованием? Сфикова Муковна, начните, пожалуйста, сколько вообще прошло времени с момента первичного лечения на момент возникновения метастазов? 12 лет. Спасибо за ответ. Итак, в июле 2017 года пациентке была проведена видеотрокоскопическая резекция средней доли правого легкого. Согласно гистологическому исследованию, был верифицирован метастаз именно карцином и молочной железы и согласно иммуногистохимическому исследованию HER2-1+, рецепторов эстрогена 8 баллов, рецепторов прогестерона 8 баллов, КИА67-45%. Также мутации в генах BRCA1-2, BLM-CHEC2 не обнаружены. Глубоко уважаемые коллеги, в очередной раз прошу вас принять участие в интерактивном голосовании и ответить, какой по-вашему является оптимальной тактикой лечения в данной клинической ситуации? Это назначение химиотерапии или гормонотерапии или таргетной терапии в комбинации с гормонотерапией? Разрешите небольшой вопрос. Весцеральный криз есть? Это интересный вопрос. На самом деле, я далее расскажу об этом. Данную клиническую ситуацию можно было расценить как висцеральный криз, но на самом деле данных именно за висцеральный криз не было. Спасибо за ответы. И с сентября 2017 года пациентке был назначен ингибитор CDK-46 ингибитор в комбинации с ингибитором ароматаза третьего поколения и в реальной супрессии газирелином, учитывая сохранную репродуктивную функцию. Нежелательные явления, которые возникли у пациентки, это гематологическая токсичность, нейтропения первой степени, лейкопения первой степени, что является классспецифичным побочным эффектом при применении CDK-46 ингибиторов, так как мы знаем, что циклинезависимая киназа-6 влияет на дифференцировку кровотворных клеток и, как следствие, возникает цитопения. По данным контрольного обследования, через 2 месяца наблюдалась стабилизация процессов легких и уменьшение явлений плеврита. Если мы обратимся к рекомендациям пятого международного консенсуса ЭСА и ЭСМА 2020 года, то мы можем увидеть, что, безусловно, основой лечения гормонопозитивного метастатического рака молочной железы является гормонотерапия даже при наличии висцеральных метастазов, но при отсутствии висцерального криза. А висцеральный криз определяется как выраженная дисфункция внутренних органов, подтвержденная клиническими симптомами, лабораторными показателями и быстрым прогрессированием заболевания. Если мы посмотрим на рекомендации Ассоциации онкологов России 2020 года, то мы также увидим, что оптимальной является лекарственная терапия, основанная на гормонной терапии. И одним из вариантов является назначение ингибиторов ароматазы третьего поколения в комбинации с ингибиторами CDK-4,6. Итак, согласно исследованиям Монолиза-3 и Монолиза-7, было доказано увеличение общей выживаемости даже при наличии висцеральных метастазов. И, как мы можем увидеть, в исследовании Монолиза-3 преимущество при назначении рибоциклиба в комбинации с фуллистрантом было 12 месяцев. И в исследовании Монолиза-7 медиана общей выживаемости не была достигнута в группе рибоциклиба в комбинации с гормонной терапией. Итак, в дальнейшем пациентка наблюдалась, получала лечение. И согласно контрольному обследованию от февраля 2020 года наблюдалась стабилизация процесса в легких, исчезновение очага в печени, реклез плевита, конечно же, и длительная стабилизация процесса в 30 месяцев. И, глубоко уважаемые коллеги, прошу вас принять участие в интерактивном голосовании и ответить на вопрос. По вашему мнению, какой является оптимальная тактика дальнейшего лечения? Это продолжить терапию CDK4-6 ингибиторами в комбинации с ингибиторами ароматазы и авариальной супрессией, а также определением мутации в гене ПИК-3СЕЙ? Или же это ограничится терапией ингибиторами ароматазы и авариальной супрессией, а также определением мутации в гене ПИК-3СЕЙ? Или же достаточно динамически наблюдать такую пациентку? Спасибо за ответ. В пациентке продолжается терапия CDK4-6 ингибиторами и ингибиторами ароматазы в комбинации с газирилином. И как мы можем увидеть, до сих пор у пациентки наблюдается стабилизация заболевания. И также важно отметить, что состояние пациентки значительно улучшилось, наблюдается нормализация массы тела, отсутствие жалоб, и ее функциональный статус можно расценить как ЭКОГ-0. И в заключении хотелось бы сказать, что несмотря на клиническую ситуацию, которую можно было все-таки расценить как висцеральный криз, первой линией терапии было решено выбрать CDK4-6 ингибиторы в комбинации с ингибиторами ароматазы и авариальной супрессией. И, как я уже говорила, лечение, основанное на гормонотерапии, является предпочтительным даже при наличии висцерального заболевания, но не висцерального криза. И комбинация CDK4-6 ингибиторов и гормонотерапии является первой линией терапии при метастатическом раке гормонопозитивном, метастатическом раке молочной железы. Спасибо за внимание.